В Русселе разработали проект документа о защите данных в интернете, который должен работать на всей территории Евросоюза. Правила вступят в силу, когда их одобрят все 28 членов ЕС. Все подробности в материале наших коллег. Основатель Фейсбука Марк Цукерберг подчеркивает, что серьезно относится к безопасности личных данных в социальных сетях. В то же время Фейсбук беззастенчиво сохраняет информацию о всех пользователях, их интересах и предпочтениях. Так поступают и многие другие компании. Даже удаленные пользователям данные сохраняются на серверах. В Европарламенте решили с этим бороться и разработали проект по защите данных в интернете. Проект касается права на удаление информации. Теперь это нашло поддержку в Европарламенте. В основном речь идет о праве полностью уничтожать личные данные в интернете. Гражданам ЕС будет легче ориентироваться в правилах пользования тем или иным сервисом на сайтах. Длинные пассажи юридического текста заменят на простые иконки, похожие на указания по стирке, что находятся на ярлыках одежды. А небольшим предприятиям, согласно проекту документа, придется даже нанимать специалиста по защите данных. Правда, если в компании работают более 5000 сотрудников. Предложения депутатов от партии «Зеленые» показались консерваторам слишком резкими. Если мы обяжем обычного ремесленника или пекаря соблюдать более высокие требования к защите личных данных, то это обернется просто новыми расходами, а значит скажется и на конечном продукте. Чтобы единые нормы безопасности в сети начали действовать, проекты должны поддержать во всех 28 странах ЕС. Если все пойдет хорошо, то новые правила вступят в силу уже весной 2014 года. Тема недели – личная безопасность. Вопрос, согласны ли вы пожертвовать своей конфиденциальностью для обеспечения безопасности граждан России. Уже известны первые результаты голосования. 73% телезрителей не согласны, чтобы их данные попали под официальный контроль спецслужб. 21% ответили, что им скрывать нечего. 6% затруднились ответить. Голосование продолжается. Окончательные результаты будут известны уже в субботу. Не пропустите. Если вы еще не проголосовали за тему недели, заходите на наш сайт и в социальные группы ВКонтакте «Одноклассники». Принимайте активное участие в обсуждениях и выражайте свою точку зрения. Также вы можете прислать нам свой ответ на номер 7522 в тексте сообщения, ТБН, пробел и номер ответа. Принимайте активное участие. Нам крайне важно мнение каждого. Продолжение следует...